Привет, друзья! Вы на канале Оденисова, и мы находимся на Тенерифе. Нет, стоп! Начнем сначала. Куда спешить? На Тенерифе лучше всего лететь из Барселоны. Путь короче. Всего три с половиной часа. И это внутренний рейс для Испании. Регистрируйтесь в интернете и летите. Как мы прилетели в Испанию, в Барселону из Варны, я уже рассказывала. Посмотрите мое предыдущее видео. Ссылку я оставлю в описании. Ну и вообще, летать в это ковидное время и счету удовольствия отвлекают только виды за окном. Красота! Мы в аэропорту Тенерифе. Вот сейчас в этой фильме мы возьмем машину на прокат и поедем в отдыхе. Аэропорт не очень наполненный, но народу во вторызине всегда больше, чем везде. Цены на машины в этом году повысились почти в три раза, и это для нас большой удар. Вот мы взяли такую классную машину, но у нее, казалось, не работает регулировка зеркала. И теперь мы вышли и сидим ждем, когда нам машину поменяют. Да, машинок много, так что, наверное, нам что-нибудь найдут в результате. Погодка классная. Поют райские птички даже в аэропорту. Очень хорошо. Стою под пальмой, жду машины. Мы находимся на стоянке перед нашим отелем, и сейчас я расскажу вам, где мы поселились. Отель называется Альтамира, и это, естественно, его вид со стоянки. В отеле два входа. Один вход со стоянки, второй вход с бассейна. Вот это все корпуса этого отеля. Локация эта очень хорошая. Мы находимся на самом берегу. Отель бронировать нужно заранее, потому что мест здесь почти никогда нет. Мы бронируем отель в агентстве Капитал Проперти, и контакты я оставлю под этим видео. Сначала мы забронировали один апартамент, который был в худшем состоянии, но потом мы переехали уже в другой апартамент. Удобство состоит в том, что агентство находится прямо на этой стоянке. И я вам его сейчас покажу. Ресепшн в отеле в связи с ковидом не работает, поэтому ключи мы взяли в агентстве недвижимости, в котором бронировали этот апартамент. Оно находится вот здесь. Вот его табличка. А само агентство находится вот. Вы видите, да? Как видите, здесь в пешей доступности от отеля находится салон красоты, магазин, супермеркадо. Рядом находится таверна Лоренцо. Мы тут берем пиццу. Рядом находится несколько мест, где вы можете поесть. Да, в магазине вы можете купить все необходимое фактически, то, что вам нужно для еды. И даже можете купить капсулы для стирки в розницу, капсулы для мытья посуды, моющие средства. В общем, все необходимое для туристов здесь есть. Вы спросите, зачем машина? Машина нужна только для путешествий. Сейчас войдем внутрь Альтамира. Так, вот вы видите, вот здесь был ресепшн. Значит, что можно сказать об отеле? Отель не новый, и изначально он строился как таймшер. В общем, этот бизнес как-то не пошел, и они стали продавать апартаменты. Первыми покупателями этих апартаментов были англичане. За 30 лет ситуация изменилась. Вокруг построились пятизвездные отели, и район стал элитным. Цена апартаментов выросла в десятки раз, и англичане стали продавать апартаменты всем желающим. Поэтому здесь нет одинаковых апартаментов. А напротив вот находится отель, тоже построенный по такому же принципу. Он называется Эльбериль. Тут тоже все частные апартаменты и тоже сдаются через агентство недвижимости. Рядом находятся пятизвездочные отели, цены за проживание в которых просто зашкаливают. Так, вот мы пришли к лифту. Отель имеет ярусную постройку. Мы снимаем апартамент на первом этаже. Я хотела сказать, что вот эта улица, это холл отеля, в то же время это улица. Тут у нас живут птички, поют по утрам. Вы слышите шум водопада. Это вот он, водопад. Настоящий наш водопад местный. Пальма. И все это холл отеля. Пусть полоски, пластиковые пальмы. Над нами синее небо. Можно посидеть, отдохнуть. Отель имеет ярусную структуру. То есть, стоянка на уровне пятого этажа. И дальше один этаж вверх. И остальные этажи вниз. Апартамент под номером 132. Обратите внимание на дверь. Отель старинной постройки, поэтому все такое аутентичное. Начинаю наш рум-тур. Вот мы входим в такую светлую-светлую гостиную. Она очень просторная. Первым делом бросается огромный холодильник, в котором можно хранить продукты для всей семьи. Ну и естественно, такой белый, светлый, чистый интерьер. Да, диван, я думаю, раскладной. Он там видно. То есть, здесь еще можно положить пару человек. Телевизор. О, телевизор какой огромный. Просто вообще огромный. Можете смотреть канал у Денисова прямо на телевизоре. Здесь Wi-Fi прекрасный. Ну и естественно, вот такие аутентичные креслица. И терраса. Перед нами бассейн. Прекрасный вид. А налево поворачиваемся там. Выходим на балкончик. У-у-у. Пьем винишко. И смотрим на море. Ну и теперь мы поворачиваемся на 360. И вот он наш красавчик. Вообще в апартаментах лучше жить подольше. Тогда к ним привыкаешь. Все осваивается. Экономия получается больше. Мы будем жить месяц в этом апартаменте и сэкономим кучу бабок. Здесь у нас кухня. Причем кухня прекрасная. Вот тут все есть. О, кастрюля. Там просто вообще все есть. Тостер, чайник, микроволновка, плита, духовка. И самая главная фишка. Посудомоечная машина. Ура! И хоп! И хоп! Столешница-то гранитная. Вот и есть кофеварочка. В общем, все есть. Продолжаем рум-тур по нашему апартаменту. Значит, вот такая небольшая прихожая с таким вот столиком. И дальше мы проходим в спальню. Спальня вот такая вот небольшая, прям скажем. Но зато в ней есть окно для проветривания и отличная кровать. Кровать просто гигантская. Она очень мягкая. Спать на ней удобно. Есть две тумбочки. Комодик очень хороший. Несколько ящиков. Три ящика. Естественно, зеркало. Вот такая небольшая спаленка. В шкафу есть место для хранения. И также есть сейф и гладильные принадлежности. Выходим и плавно поворачиваемся. И видим ванную комнату. Она прямо рядом со спальней. Что очень удобно. Здесь находятся такие полочки, на которых можно ставить свои принадлежности. Также здесь есть сама, собственно, ванна огромная, в которой можно реально поместиться и поплавать. Если вам мало бассейна и моря, океана, можете плавать в ванне. Также здесь есть, что мы видим, унитаз, естественно. И главное, это стиральная машина. Стиральная машина, которая прекрасно работает и избавит вас от стирки. Ну, естественно, фен. Ну и, в общем, всё чистенько, удобненько. Обратите внимание на мраморный пол. Он идёт по всему апартаменту. Натуральный мрамор. Аутентичность со временем постройки. Очень в хорошем состоянии. Гладкий, прекрасный. На этом можно и закончить наш ум-тур. А наш отель-тур продолжается. Вот тут обычно бывает фонтанчик, но он сейчас не работает. Мы живём теперь в другом апартаменте. И оттуда нужно вот так вот идти. А вот здесь вот есть такая лестница наверх. И мы здесь живём как будто в пещере. Хотя здесь растут деревья, пальмы. Вот такой у нас технический этаж. А внизу находятся виллы. Это как бы крыша вилл. Это, собственно, комплекс. Вот у этих апартаментов, которые вот там начинаются. Начинаются раз, два, три, четыре, пять, шесть. И туда дальше. У них есть выход вот на такой зелёный садик. Больше никто сюда выйти не может. Только обладатели этих апартаментов. Вот какая дорожка живописная. А, ну, она ведёт, конечно, в бассейну. Но здесь всё перекрыто. Поскольку тут несколько собственников. Похоже, что тут не так просто везде пройти. Вот тупиковые апартаменты. Самые курчавые здесь, самые интимные. Ну, а все остальные вот здесь. И вот у них такой прекрасный газончик. Можно идти по дорожке, можно идти по газончику. По газончику помягче шаги. Вот такие красивые деревья, экзотические. Всё ухоженно. Фирма берёт деньги за обслуживание и ухаживает за территорией. Очень красиво. Ты там спрятался, я тебя потеряла. Вот, кстати, ресторан. На холл я уже показывала. Посмотрим, что есть ещё. Тренажёры. Макет. Вот у нас такая классненькая альтамирка. Тут у нас тыс, бильярд, библиотека. Маленькие, большие, ссыкие бассейны для детей. Вот такой мостик. Основной бассейн с подогревом, водичкой тёпленькая. А мы идём на пляж. Лёш находится рядом. Мы уже фактически на берегу. Привет, друзья. Вы на канале у Аденисова. А это площадка для игры в шары. Любимую игру англичан нашего возраста. Спевает и пляшет. Надеюсь, вы поняли, друзья, что больше всего мы любим Альтамиру за её местоположение. Не за её рестораны и бары, а за возможность видеть океан днём и ночью. Впрочем, где жить на острове и решать вам. Здесь для каждого найдётся кусочек рая. Пошли купаться. Открою вам страшный секрет. За месяц пребывания в этом отеле мы заплатим меньше, чем туристы в соседних отелях за неделю. Субтитры сделал DimaTorzok